Начальник Самарского поисково-спасательного отряда Александр Исаев проверяет материально-техническую базу своей техники и знания своего сотрудника. Все это часть всероссийских штабных учений по гражданской обороне. В машине все должно быть на определенных местах, чтобы при прибытии на место аварии или чрезвычайной ситуации не искать необходимые инструменты. Сейчас мы проверили комплектацию аварийно-спасательных автомобилей, в которых находится аварийно-спасательный инструмент для работы в различных условиях, как техногенных, так и природных. На выезд спасатели выезжают после поступления вызова через единую дежурную диспетчерскую службу. Они тоже сегодня участвуют в учениях и отрабатывают поступление различных звонков. Пошагово следуют определенным сценариям и отрабатывают весь алгоритм действий. Всего в диспетчерском центре круглосуточно работают 20 человек. Все они принимают обращения и передают их профильным службам. В зависимости от необходимой ситуации, если на 112 в систему поступил вызов, требуется оказать помощь скорой, связывается со скорой. В случае действия по ЖКХ связывается с ресурсоснабжающими организациями, выясняем, в чем причина отправляет аварийную бригаду на место. Частью всероссийских учений стали и учебные группы сотрудников различных организаций. Их направляют от предприятий, где они будут ответственными за порядок действий во время чрезвычайных ситуаций на производстве. Сегодня группа отрабатывала схему развертывания пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Такие же тренировки прошли и с сотрудниками во всех районных администрациях города. Обучаемые практически самостоятельно прошли весь комплекс получения средств индивидуальной защиты, своими руками все попробовали, померили и поняли вообще, что это такое и как вообще это должно происходить в каждой организации, на каждом предприятии. Всероссийские штабные учения по гражданской обороне ежегодно приурочены к профессиональному празднику. Специалисты регулярно готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях. А такие учения помогают не раздумывать на месте, теряя драгоценное время, а выполнять необходимую работу. Любой навык его нужно готовить, оттачивать, вплоть до мышечной памяти. Если мы будем об этом знать, как действовать, то вероятность спасения повышается и будем надеяться, что мы справимся с любой задачей. Различные тренировки и учения в управлении гражданской защиты проводят регулярно. Весной проверяют готовность к паводку, летом – к лесным пожарам. Зимой особое внимание авариям на коммунальных сетях. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.